Здравствуйте! Меня зовут Мария Титова и вы смотрите обзор спортивной прессы. Какие публикации оказались самыми интересными, я расскажу в этом выпуске. Сегодня вечером сборная России матчем против Норвегии продолжит выступление на Олимпиаде. Безоговорочным фаворитом встречи является российская команда. Несмотря на все это, Павел Лосенков призывает всех с уважением отнестись к сопернику. Еще в 2012 году ломали голову, как бы пройти викингов в четвертьфинале. И матч сложился очень тяжело. Помните ту игру? Забивает Овечкин, отвечает Скродер. Один на один убегает Попов, отличается Торресом. Счет 2-2 держится до начала третьего периода. Казалось, Россию ждет такой же тяжелый четвертьфинал, как на чемпионате мира 2009 года с белорусами. Мы от них тогда еле отскочили. Спасибо Ковальчуку и Еременко. А помните, как у норвежцев в 2012 году сжег напалом Патрик Торресон? Его лишь на одну очку обогнал Евгений Малкин, ставший в итоге лучшим бомбардиром чемпионата мира. И золото мы тогда взяли, победив во всех десяти матчах. И вдохновение было у сборной России, и Овечкин с Семиным подъехали в состав. Но Норвегия устроила нам веселую жизнь. Итогу и счет 5-2 не отражает. Сколько литров валерьянки выпили и килограммов валидола съели наши болельщики. Накануне вечером Юрий Глышак посетил тренировку сборной России, и вот что он там увидел. На лед не вышел Илья Ковальчук. Повреждение в матче со словаками не пустило. Да и повредивший ногу Валерий Нечушкин катался с лицом каким-то обиженным. Зато с двумя золотыми цепями на шее. Одна из них шириной с орден Андрея Первозванного. Сборная работала молча, сосредоточена и зло. Медведев разрабатывал кисть, свитов в плечо, Нечушкин лицевую мышцу, катался морщась. Король спецэффектов Тютин жонглировал шайбой. Подбросив клюшкой 14 раз, метнул в ворота и попал. Неожиданно разулбался Белелединов, съехавшись в центральном круге с Валерием Белоусовым. Приложил Валерий Константинович к голове руку с растопыренными пальцами, показывая, как растрепалась прическа у главного. Белелединов усмехнулся, пригладил волосы. Теперь совсем хорошо. Другой тренер Валерий Белов, замечтавшись, едва не угодил под широко раскатившегося Виктора Тихонова. Белелединов тем временем давал парные упражнения, которые никому ничего не скажут. Пока сборная России готовится к матчу с Норвегией, «Спортэкспресс» резюмирует выступление россиян на групповой стадии. Игра сборной России на Олимпиаде в Сочи пока далека от тех ожиданий, которыми были полны болельщицкие головы перед началом турнира. После тяжелого начала в матче против словенцев, в котором россияне проиграли второй период, последовал великолепный спектакль с американцами, уже прозванный за океаном булитной классикой. К сожалению, нарастить обороты подопечным Белелединова не удалось, и встреча со словацкой командой также получилась крайне упорной, жесткой и потребовавшей максимальных усилий. Сумасшедший уровень болельщицкой поддержки пока не переходит в уверенность наших хоккеистов, в действиях которых чувствуется нервозность. Игорь Робинер, подводя итоги первого этапа хоккейного турнира, удивляется, почему наш главный тренер, в отличие от своего канадского коллеги, никак не экспериментировал с составом. Пока главной проблемой сборной России на Олимпиаде мне видится абсолютная предсказуемость и шаблонность действий главного тренера. Это вовсе не означает, что эти действия неправильные. Если он возьмет золото, да и просто доиграется до медали, то в целом докажет свою правоту. Проблема в другом. Белеледдинов словно едет по рельсам, никуда не сворачивает и ничего не пробует. Тот же Майк Бэбкок за три матча группового турнира перепробовал, по-моему, вообще все варианты в атаке, которые только были возможны. Например, в первую встречу с норвежцами Кросби играл с Куницем и с Картером. В следующей встрече с Австрией Картер в первом матче незаметный отправился в звенок, где играли четыре форварда. То есть он, Марло, Нэш и Тейс выходили друг с другом по очереди. И таким образом, например, нащупалось хорошее сочетание Марло-Картер. Хетрик последнего во многом объяснялся действиями первого. Андрей Кузнецов из Спортэкспресса также заговорил о необходимости перемен в составе, причем, по мнению журналиста, варианты новых сочетаний лежат на поверхности. Выдумывать что-то гениальное не нужно. Достаточно вспомнить тот самый золотой чемпионат мира. В 2012 году Малкин играл в одной тройке с Пережогиным и Поповым. Связку Датсук-Овечкин смело разлучали во время игры в большинстве, а Широков, Жердев и Кузнецов блуждали между звеньями. В итоге соперники России просто не знали, на кого набрасывать пиджачки. Теперь, когда в распоряжении штаба находятся вообще все лучшие форварды страны, поле для творческого поиска куда шире. Не идет модель два ударных, два сдерживающих? Не беда, воссоединяем Попова с Малкиным, а правым в это звено добавляем, к примеру, Кулемина, прекрасно сыгравшегося со звездным центром еще в локаутной магнитке. Право на жизнь имеет и вариант с воссоединением другой, обкатанной в КХЛ-тройке – Тарасенко-Тихонов-Ковальчук. Датсука можно определить в диспетчера Ковечкину, Радулову испытать в энерджайзер связки со Свитовым, наконец. Богатейший кадровый выбор позволяет тасовать звезд, как козыри в колоде. Мария Роговская публикует интервью с Александром Кожевниковым, в котором двукратный олимпийский чемпион говорит о том, что сборной России пока банально не хватает везения. На Олимпиаде нет проходных матчей, любая команда может преподнести сюрприз. Сборная России старалась в этом матче, но не хватило удачи. Три штанги было, шайба не шла в ворота. После двух поражений словаки играли от ножа. Они хотели показать, что являются одной командой, и приехали сюда не просто время провести, а играть в хоккей. Не забывайте, что мы вообще давно у словаков не выигрывали, в каком бы составе они ни играли. Они всей пятеркой стоят у ворот и не проваливаются в обороне. Против такой команды сложно играть. И не забывайте про акклиматизацию. Кто-то раньше акклиматизируется, кто-то позже. Пока не все игроки проявляют свои лучшие качества. Тут симбиоз факторов. Вообще ничего страшного не произошло. Команда у нас хорошая, ребята играют и борются, им лишь везения не хватает. Дмитрий Ярыкалов называет лучших игроков по итогам группового турнира в каждом из эмплуа. Американец Фил Кессел абсолютно заслуженно оказался в символической сборной. Он самый результативный игрок группового этапа Олимпиады. Началось восхождение Кессела совершенно сумасшедшего матча против Словакии. До сих пор непонятно, настолько хороша была американская команда, либо же своего дна достигла сборная Словакии. Так или иначе, хаосом в рядах словацких защитников Кессел и партнеры пользовались при великим удовольствии. Хитроумная скидка Фила позволила Джону Карлсон открыть счет, а забить самому ему помог Джеймс Ван Римзек. После трех очков в стартовой встрече Кессел приложил руку к победе над сборной России. Разумеется, до сих пор у всех на устах Ти-Джей Аши, но одну из двух шай в большинстве звездно-полосаты провели благодаря своему лидеру. Особняком в выступлении Кессел на Олимпиаде стоит матч против славянцев. Несмотря на уровень соперника, хэт-трик на играх – это нечто особенное, подвластное единицам. Это все, что мы хотели рассказать вам сегодня. Смотрите нас каждый будний день и до встречи! Субтитры делал DimaTorzok